Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может увидеть каждого впервые и категорически, я согласен, с путинским дружбаном, идеологом русского мира Дугиным. Это его дочь Дарью Дугину взорвали в джипе. Это к Дугину ездил Корчинский с Арестовичем торговать Украиной. Известное видео. Так вот, этот Дугин, который сегодня является идеологом гласным и негласным вот этого расшизма, он написал то будущее, очень коротко описал, которого бы он хотел и в которое они действительно вступили, как коза в коровий кизяк. Цитата. Имя Бога, но почему-то не озвучен весь комплект, потому что вместе с этим средневековьем прилагается средняя продолжительность жизни лет 37-38, потому что когда все это средневековье и было единственной безальтернативной русской реальностью, до 40 лет никто практически не доживал. 40-летними считались старики. Мало того, к этому еще в комплекте идет отсутствие непросто личного автотранспорта. Тогда надо возвращать извозчиков, друзья мои, лошадей. Я себе представляю вот эти вот засранные вот этими лканями, вот этими таксиконями, вот эти извозчики улицы Москвы вместе с этим следуют обязательно, причем неотъемлемо следуют отсутствие лекарств. Ребята, какой нахрен пенициллин? Какой? У человека аппендицит? Ну, молитвой лечить надо. Молитвой! Хирурги не нужны. Вот все, что хочет Дугин, да, они этого хотят и мы им этого желаем. Вот пусть они действительно живут так, вот как написал Дугин. Вот туда им чертям и дорогам вместе с их русской, вот этой левославной церковью. Вот пусть они это хавают. Да, они хотят, как говорил, по-моему, Лавров, да, когда у него спросил кто-то, говорит, а вот что Путин там вообще, как он вообще советовался, говорит, с тобой, ну, там, перед тем, как нападать на Украину. Он говорит, нет, говорит, со мной не советовался. У него, говорит, три советчика. Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая. Так вот, если уже говорить об Иване Грозном. Иван Грозный прожил достаточно долго. Но он всех своих жен заразил сифилисом. Это идет в комплекте с вот этими вот сапожками, кистенями, опричниками, с вот всеми этими вот этими хреновинами, которые хочет Дугин. Да, он этого хочет. Господи, да пусть он, наконец, это получит. Потому что вместе с этим идет в комплекте вот с этим русским средневековьем детская смертность, когда все вещи, которые хочет Дугин, были актуальны, приближалась к 80%. То есть, из 10 детей выживали двое. Это в среднем. В хорошие времена аж трое. Да, кстати, все вот это вот время косовороток и всякой херни. Ребята, а ведь вот то самое кондовое, пасконное, домостройное время. Ведь Россия была частью Золотой Орды. То есть, Россия никогда не была никакой Россией. Слово Россия вообще-то появилось при царе Петре. Вот тогда начали Московию называть Россией. А вот когда весь список, который озвучил Дугин, был ежедневной реальностью, не было электричества. А вот надо бы, чтобы он еще, ну пусть же до конца говорит, лапти, пришло время, лаптей, лучина. Ребята, как без лучины? Косоворотка и без лучины? Да ну его нафиг. Подождите, как это? Я себе уже, ну, по желанию Дугина, я представляю себе, как Путин, там, Шойгу, там, Герасимов. То тот же Лавров вместе с Дугиным. Они, знаете, с щелестом похрустыванием. Они же хотели там ремешковый сапожек. Они в сапожках, а челядь, челядь на стадионе в лаптях. О, ну, скажите, ну, разве вот в этом месте, когда Дугин озвучивает свои бредовые фантазии, разве в этом месте наши желания хоть на миллиметр не совпадают? Да, мы такого не хотим. Нам такое будущее нахрен не приснилось. Но им мы вполне не просто разрешаем, желаем. Да мы все сделаем, чтобы для них вот это вот все, что хочет Дугин, обязательно сбылось. Все, что от нас зависит, чтобы вот Дугин и его потомки, его окружение жили в том, что он озвучил. Да мы костюмы ляжем, но поможем. Вот здесь мы поможем, не как братья, а как просто желающие оттораскаться от этого всего кошмара. И когда Дугин озвучивает любовь к сапожкам, к осовороткам, ну, тогда надо говорить, ну, озвучивать все свои желания. Публичные казни на лобном месте. Да, должны скакать вот эти кадыровцы, как опричники, пёсьи головы пристёгнуты к сёдлам. Потом, слушайте, некая-то жена очень интересную вещь сказала. Она говорит, она в юности очень любила поэзию Серебряного века. Там Цветаева, Мандельштам, Ахматова, а там, ну, в общем, она до сих пор знает на память, ну, вот у неё хорошая память, вот много этой русской поэзии, просто потому что тогда вот в юности, это очень давно, это, ну, ещё был Советский Союз, она страшно, страшно любила. И эта поэзия, русский Серебряный век, кстати, который был растоптан и уничтожен. Она говорит, самое интересное, что вот это вот, это единственный, практически такой светлый момент, вот перед полным, то есть это то, что уже как бы из России царской перешло в Советский Союз. Это люди, которые вот из тех времён ещё до Советских перешли в Советские. Это последний глоток какого-то воздуха литературного. Она говорит, поразительно то, что, говорит, я, ну, в отличие от тех, кто сейчас вот на российских каналах кричит про русскую культуру, говорит, в отличие от них, я даже знаю, что писали их русские писатели, я даже могу это на память прочитать. Говорит, я просто никогда больше не буду, никогда больше не буду читать поэтов Серебряного века, потому что вместе со всем этим у меня пропал интерес к любым проявлениям, вот любым, потому что какой бы ни была хорошая поэтесса Ахматова, Казоворотка Дугина, вот то, что есть Россия, вот то, что она из себя представляет, Казни Ивана Грозного, а не Чехов, это то, что у нас ассоциируется с Россией. И Дугин очень красиво перечеркнул, растоптал ногами и плюнул на всё, что когда-то в России позитивного встречалось. Ну, в перечне Дугина нет ничего человеческого, он перечислил вот это только варварское, мерзкое, средневековое, кондовое, вонючее, вот это вот, вот это вот блевотное, непонятно что, в чём действительно ему хочется жить. Они действительно хотят мракобесия, и действительно, это вполне реально, что они где-то вот дошли уже до такой степени безумия, что им хочется, хочется опустить страну в показательное средневековье, чтобы мир ужаснулся. Они всё это затеяли, потому что у них нет шансов, чтобы мир ими восторгался. Нет шансов. Вот той России, которую построил Путин, можно только ужаснуться. И все дугинские рецепты, и все дугинские хотения по поводу России, да сбудутся они. Напишите, что вы думаете в комментариях, распространяйте в соцсетях, лайки, комментарии, а победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сошли.